Возрождение культуры Возрождение культурного значения Потом восстановление и сохранение памятников И чем дальше, тем больше это происходит И что еще интересно, то что все выше и выше уровень того, что строится новое Например, сейчас мы находимся в местечке Луши Полное название Луши Гуджень Это местечко находится в провинции Юнань Прямо 3 часа езды от Фонцина в горах Здесь находится участок Чамангудау А также сохранился такой древний поселок Какой-то как раз находится внизу Там очень большое количество действительно древних строений Также сама вот эта часть дороги старой и так далее Сохранять и как-то обозначать это как памятник Начали не так давно, то есть это уже буквально последние десятилетия И вот построили здесь такую, где мы сейчас как-то стоим Очень красивую скотровую площадку Абсолютно современное строение, но видно уже насколько другое качество этих построек По сравнению с тем, что было сделано там может быть 10-15 лет назад в более крупных городах То есть уже используются натуральные материалы, дерево, роспись Максимально адаптируют под именно то, как это было в древности И надо сказать, что у них это начинает получаться все лучше и лучше Если так немного почитать историю Китая, вот, последить за ним То есть сколько раз действительно была китайская цивилизация Если не полностью, то довольно сильно порушена Вот, сколько раз Китай там захватывался Еще ранее были, значит, междуусобные всякие войны И каждый раз Китай как-то вот свое вот это, скажем так, национальное самосознание В том числе и культурное самосознание заново восстанавливает Вот, то есть как такое восстание из пепла Причем довольно быстро Тут тоже аналогия, то, что была культурная революция Было разрушено безумное количество памятников Были, значит, репрессированы очень много, значит, людей и культуры Самых разных, религиозных деятелей в том числе Вот, и после этого, конечно, был такой период упадка всего, что связано с культурой Но сейчас это восстанавливается просто с огромными темпами Вот, и надо сказать, что это очень важно И важно понимать этот опыт, перенимать То есть это как раз то, чему стоит у китайцев учиться На что стоит обратить внимание Что само по себе возрождение культуры Оно непосредственно связано вообще с возрождением В том числе экономическим возрождением самого государства Потому что когда у людей есть некое такое вот зерно, некая база Некое национальное самосознание Как бы молодое поколение видит корни Это как раз то, на что очень мудро обратила внимание компартия Хоть здесь по-прежнему власти находится компартия Но об этом можно вспомнить только если ты посмотришь кем государственные учреждения Там или новости, может быть, что-то такое Но внешне это не очень заметно Внешне заметно преуспевающее экономическое развитое государство Которое даже в самых удаленных уголках, в самых краях, можно сказать, пограничных территориях горных страны Видно тоже возрождение, видно какое-то развитие И оно не останавливается, и очень быстро это происходит Из минусов, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что культурный уровень самих китайцев Вообще далек от идеала То есть так как эти люди быстро взбогатели Быстро получили какой-то новый опыт Они еще не успели адаптироваться к текущим реалиям Очень многие, то есть некоторые культурные привычки могут, конечно, удивить И они не соответствуют заявленному уровню высоты культуры Но я думаю, что это только дело времени То есть когда подрастет молодое поколение Когда будут какие-то изменения уже такие более длительные И это будет уже иначе Однозначно, то есть когда человек видит прекрасное с рождения А не видит какую-то помойку или какую-то грязь, неубранность В какой-то дискультуре Поэтому как раз очень важно создавать прекрасное, созерцать прекрасное И больше развивать именно культурные ценности, поддерживать это Ну а я вам желаю приятных чаепитий, дорогие друзья И до новых встреч!